Итоговая аттестация прошла по плану и без технических срывов. Для сдачи госэкзаменов оборудовали 93 пункта. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти лично, экзамен устроили на дому и в больнице. Организаторы впервые применили технологию КИМ. Это технология, когда, собственно говоря, ребята садятся в класс, и при них вот здесь, на их глазах, распечатываются контрольно-измерительные материалы и тут же им раздаются для работы. Выпускники сдавали обязательный русский язык и математику. И два предмета по выбору. В основном выбирали общество знаний и физику. Результаты комиссию порадовали. Чего нельзя сказать о знаниях по истории. Экзаменаторы уверены, выпускникам стоит повысить уровень патриотизма. В целом, если сравнивать с прошлым годом, и результаты выше, и 100 бальников больше. Сдавали от мала до велика, самому старшему 51 год. Решил поступить в сельскохозяйственную академию. Самый юный учениц 11 класса 15 лет. Организаторы говорят, отношение к госэкзаменам становится более серьезным. Вот эта положительная тенденция, рост качества образования, рост мотивации ребят к освоению предмета, вот это очень важно. За эти два года число 11-классников, которые уверенно выбирают свой дальнейший профиль, увеличилось на 20%. Что касается девятиклассников, аттестаты о среднем общем образовании не получили 187 выпускников. Они были недопущены к испытаниям или получили неот по двум обязательным предметам. Количество апелляций, которые привели к изменению результатов, в этом году снизилось. Окончательные результаты экзаменов будут известны 11 июля. Лариса Шлафаст, Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События.